Дорогие друзья, всем привет. С вами добрые сердца Казахстана. Меня зовут Петр, за кадром также Алексей. К нам обратилась многодетная мама, она зовут Елизурфия, с просьбой о помощи, у нее нет продуктов. Пятеро детей, сейчас дома у нее трое, как она сказала, один в больнице, один у родственников, где-то в деревне, в Хорчуне вроде как. Завтра Старый Новый год, детишкам мы привезли сладкие подарки, также мы привезли им продуктовую корзину, по возможности. Спасибо всем большое, кто помогает нам, финансово, кто нам помогает в помощи нуждающимся. Сейчас зайдем, она нам расскажет свою историю. Это общая жизнь, она снимает комнату. Сбежал от него. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Меня Петр, но еле нашли. Здравствуйте. Алексей, вы уже знаете, да? Привет. Со Старым Новым годом и с Новым годом. С хорошими праздниками, бежим. Спасибо, Петр. Какая семья маленькая. Маленькая, угроза. Как хотите. Ну вот, друзья, продукты, куда поставите их, чтобы я. Ага. Спасибо. Ну, здесь вроде все так-то, что нужно для этого. И сладости есть. Мука, масло, крупы, консервы. Гречу ловите. Ну. Готовите? Аня, уже это, начало закончилось. Вы тоже смотрите про Павлика? Ой, мне его так жалко. Ну, вот сейчас уже вроде лучше. Поправился, да? Ну, он был такой. Ну, Арися поправляется, помогите. Привет, привет. Уходник, как дела? Уходник. Алёка? Ну, у нас же у неё болезни куча тоже. Ну и плюс после психологических этих всех травм. Да, с мизинок. Армашка. А, смезинка со мной была, армашка. Мизинка. Мизинка. Как дела? Хорошо. Ну, а что, не открываешь в конце? Ты давай, я тебе помогу. Давай, открываем. Вот, первый балангурин, о чем мы говорили, за скольку говорили, вот от них ещё два раза ко мне приезжали. И потом, Руслан, что же лекарство, это, так, дал заявку, у вас не о стороне, а Жан Жилуэль. Ага. Там, Верерта Апайта. Вот она мне помогала, все, докты, и лекарства привозила, тоже вот, болею. Потом я не могла, если вот снять квартиру. Они вот сняли вот эту вот комнату. Да, вот эта организация, что-то. Да, платили за два месяца скину. Потом я уже сама нашла. Что, тоже сами платят? В декабре месяце. 130 тысяч плачу и кому-то. Там от них, и всё, приезжали волонтёры с Астаны. Это Асароны, я знаю. Они многодетно также открывают сборы, дают, как, на 6 миллионов солью. А, дома покупают. Да. И что, купили за Антон? Нет, первые тройки вот прошли, первым троим мамочкам купили. Нас вот трое тоже мамочек было, мы писали заявление. Задили, всё на камеру снимали. Мы разрешение писали на съёмку, на всё вот. Идём ответом. Отправили в Астану. Ну, и в связи с этим, ну, куфе, он не задерживался. Сказали, как только, как дадут ответ нам. Ну, дай бог, может, всё наладится, всё хорошо будет. Хорошо, что есть кто-то ещё, как бы, добрые люди. Да, 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 да. Организация. Может, купят дом или квартиру, да? Да. В эту комнату я заехала. Давай только вот этот раз. Здесь дети спали, я на полу спала. А это вам кто-то купил? Это я всё сама купила. Всё вот, всё купила. Что-то он, так же от вас, ну, или от вас, или от кого, два парня. Да, мне дозвонить. А я говорю, у меня телевизора нету, телефон, дети телефон. Они у меня вот телевизор и вот этот полоски. А остальное я купила, два кресла, свои руки садили, закопить. Шкаф, тумбочку всё взяли. Потихоньку, потихоньку. Жизнь налаживается. Конечно, на самом деле, для добрых людей это много. Главное, не отчаиваться и не опускать руки. А что у вас ребёнку-то вы говорили? У нас же вообще пятеро. Да, одна у меня обкручённая супруга, пока у меня возможность нету забрать. Она у меня просто тут помогает. А старшая у неё, вы знаете, сколько диагнозов, я даже вам сейчас покажу. В больнице, получается, старшая дочь ещё, да? Не можешь сразу помочь? Да, в больнице проходим. Петра, помоги, она чуть-чуть не может. Так, это я вот просто убрала насчёт, я не знаю, это санжуя. У нас вот сейчас операция будет гипертрофия одноидовка. Гиперлазия, блудочной миндалин в третьей степени. Так она сейчас в Астане лежит? Нет, потому что уехала она уже, она у мамы лечила. Открыть? Потому что я не могу бояться, не ездить сейчас. Ну, пока мама нас побоится. В Астане тоже вот ездили, много кому. Сейчас хочу вот, скажу, который. А, и ступенья, носовая перегородка у нас. Гиперлазия. Это я тут доделаю. С дыхательными путями получается? Да, у неё насытый мальничок. Она постоянно у меня в обороте садов. У нас носок кровотечения, мы всю ночь можем не останавливаться. А сколько лет? 13. Она, по-моему, была туда в прошлый раз, да, девочка? Нет? Нет, я вот с дыма была. Вот, с дыма, с дыма. Делали мы тоже вот позвоночных дисков. Протрузии. Протрузию. Потому что она у меня, этот... Согнутое, в общем, так, согнутое это. Ну, врачи, что говорят, какие-то лекарства прописывают, или говорят операцию делать, или что? Выписали нам только вот эти рассосучие. Ну, чтобы вот это сбивать, чтобы ломбароков не было, кровь как-то... Кровь, говорит, перекись останавливает. Нельзя идти... Перекись, говорит, налейте, и всё пройдёт. Да, потому что... Ну, сейчас вот такая медицина. Зелёнкой помашет. Гритчу можно с тушенкой сделать. А потом похоже, потом... Приправлюся. Не выгодна, приправлю. Ой, аккуратненько, аккуратненько. Вот, сделаем, смачиваем этот... Компоны, перепись, и у нас вставляем. А толку это вообще не помогает. Мне, конечно. Скорая приедет, обезболивающие не дают. Антибиотики нельзя. У неё головные боли поставили. Вот они вот так вот. Проект один раз вот вызвали. Температура была, укол поставили, и всё даже не подняли. Нет, решение проблемы, они какое говорят, что... Это же не решение, а проблема... Вот её как лечить или что-то. Они вот сказали сначала с медалью, а потом уже дальше... Подожди, подожди, упал. Сейчас мы в больнице подготовим к операции. Спасибо. Она пока дома, с мамой, они обратно ко мне всё проходят. Ну и будет подготовка сначала на миндалину выкалять. Потом афтермола тоже. Ангиопатия, сетчаток по епитензионному типу. Опять же... Это по зрению. По зрению тоже капли. Ну, оно связано, конечно, всё, по одному бьёт и начинает... То есть её надо уложить в больницу на обследование? Сейчас сделаю эту операцию, потом обратно в Астану поеду. К этому нейрофтирую, по-моему, будет смотреть. Операцию здесь будет делать? А, вот не знаю. Это по удалению миндального. Миндальное здесь будет. Ну, я говорю, что миндальное здесь будет удаление. Дальше уже, понятно. Да, дальше уже. А дальше будем смотреть. Операция нейрохирург, это всё бесплатно идёт? Мы всё платили. Всё платили. Дорого стоит. Мы сделали МРТ. МРТ-то, да. Приёмы по 5-6-7 тысячам. Ко мне вот хорошо, у меня сестрёнки, вот они помогают, братишки помогают. Ну, хоть родственники, ну, хорошо. А так вы живёте, получается, только на пособие, правильно? На пособие, да. У меня пособие вот 63 тысячи. 63 тысячи? На нету. На всех? Да. На 3-4-й год. Добавили 3 тысячи только. А с мужем я вот просто не знаю историю, что за история у вас. Ну, разошлись, как ушёл. У нас, в общем, в одной деревне закрыли школу, а оттуда всех нам перекачивали. Приехала девушка, и вот как мой дядя младший, и брат мамин, его жена, и девушка была замужем за её братом. И она говорит, общайтесь с ней, общайтесь. Вот, общались. Убила? Убила. Муж от них, муж её бросил, уехал отсюда. И он, получается, детям не помогает никак? Он как помогает? Когда 3-й 40 тысяч отправлял. Последний раз 100 тысяч отправил. С хай-ваем. Мясо вот отправлял. Картошку отправлял. Ну, без давления не может, короче, надо сначала. Пока хай-вай не поднимут, просто сейчас знала, у нас времени работы нет. Поэтому я сильно не... Сейчас на рыбаку пошел, потому что мёдр. Говорит, рыбу пришлю, да? Ждите, я сейчас на рыбачу. Ну, пора месяц ждём, не знаю. Рыбы пришли. Ну, рыбачат, наверное. Ну, к это, к весне, может, на рыбачить, чем-нибудь. Ай, он трубку не берет постоянно в трассе. На её номер она матами прославит. И у нас тоже обратно. У маленьких ничего не болеет? Мы гриппуем. Это сегодня мы два дня не спали. Я вот всю ночь не спала. Вот халбосик. Днём вроде днём, к вечеру начинает температура кашля. У него зубки лезут. Дексия, нужна ещё какая-то помощь? Что ещё нужно? Сомощь. В чём нужна? В чём нуждаетесь? У меня лекарства закончили. Лекарства? У меня аппарат стамола. У меня откачливало, солодкость сиропа остался. Ну, то есть, вот для детей от гриппа вот такие. Да, да. Литарные лекарства. Да, да. Сколько лекарств тебе? Так, по продукту всё у меня. Иди, тай-тай. То есть, нужно лекарства. Лекарства основное. Вот, что там закончились. Что такое? Иди. Иди гуляй. Ну, и с продуктами, я думаю, у вас не хватает. Продуктами? Народа там много сейчас, за неделю съедите этот пакет продуктовый. Закончится опять. Там сладкое, да, то есть, есть. Ну, потому что я вот 30 тысяч за комнатой, коммуналку 3-4 тысячи. Ну, я вижу гречку там без мяса готовить. Ну, конечно, тяжело. Ну, у меня вот дети понимают, что, когда что-то просят, или денежка будет, ну, я знаю. Не вредит ничего. Надо было на Новый год вам написать, когда раздавали-то вот эти. А мне вот дети, я здесь в Новый год. А-а-а. А то, что пишут хейтеры, это все. Пусть они хоть что-то думают, главное, мы... Ну, чтоб заходишь, не плачут. Да, мы вас знаем, вы для себя знаете. Помогаем в чем можем. Как Новый год, строители отметили? Ну, вот, вот, дальше это очень счастливое. Салатчики сделали, маски сделали, посидели. Ёлочку наряжали? Ёлочку наряжали. Да, она маленькая. Уже все... Ну, маленький, конечно, подойдет, приходит. Это все герлянду порвало, а то за дыть до Нового года. Да, выдастся. Потом уже после 12, 12 все горело. После 12 все. Ну, хоть 12, ладно. Бой курантов. А-а-а, вот, страдали с горло, и нос, все у нас. Так, ну что, Патрук, будем завершать? Ну да, завершаем. Спасибо вам большое, что вы лучше бы помогли. Спасибо большое тоже нашим зрителям, подписчикам. Они тоже помогают, скидывают. Они в основном и помогают. Конечно, мы можем сюда все. Уже не первый раз помогаете, вручаете возможности. На лекарства, да, наверное? Да, на лекарства, если вы... Ну, сами все видели, слышали, делаем выводы в шатке профиля все данные. На виде питания, что вы нуждающихся много. На всех средств не хватает, поэтому все зависит только от нас с вами, от вас в основном. Ну так вот, мы ваши руки, ноги принесем. Да, да. Все в целостной сохранности. Все, дорогие друзья, всем пока-пока. Добрым сердцем процедуете крепнуть. Пока-пока. Спасибо большое. Субтитры подогнал «Симон»